Добрый день, уважаемые президенты, уважаемые коллеги. Позвольте представить свой доклад. Гигантоклеточная опухоль чаще встречается от 30 до 40 лет. Чаще всего у женщин. Локализация чаще всего поражается дистальный отдел бедра, проксимальный отдел большеберцовой кости. И клиническое течение гигантоклеточной опухоли, это первичные злокачественные, 1-3% всех случаев гигантоклеточной опухоли. И вторичная злокачественная гигантоклеточная опухоль при рецидиве промежуточной опухоли или после лучевой терапии. Основные варианты лечения это хирургическая, также медикаментозная, эмболизация, лучевая терапия. 80% пациентов с гигантоклеточной опухоли являются кандидатами для хирургического лечения, которые могут вызвать существенное осложнение ампутации конечностей, резекцию сустава. И также один из методов это расширенный кюритаж опухоли с одевантной-безодевантной терапией. Но в данном случае где-то 20% имеется местный рецидив заболевания. Если опухоль не представляется возможным в выполнении кюритажа, ее может потребоваться обширная резекция с эндопротезированием. Также применяется крия-хирургия для снижения местных рецидивов. Также ограниченный выбор лечения пациентов с распространенной гигантоклеточной опухолью, которая имеет более двух очагов, или неоперабельные пациенты, к которым трудно удалить опухоль из-за замещения дефекта. Также отсутствует стандартное медикаментозное лечение и химиотерапии. Локальная терапия, она редко применяется, только в рамках исследований. Это применяется жидкий азот, метилметокрилат, спирты, фенол, аргоноплазменная коагуляция. В основном это применяется после куритажа опухоли для обработки ложу, удалённой опухоли, для исключения рецидивов. Здесь представлен слайд, это ретроспективное исследование Мюнцеровского университета Германии. Это опыт лечения гигантоклеточной опухоли с 1980 по 2007 год. Всего было пролечено 214 пациентов. И частота рецидивов общая достигла 31%. Чаще всего был рецидив, это дистальный отдел очевой кости и дистальный отдел большеберцовой кости. На представленном слайде представлены рекомендации МССА по лечению гигантоклеточной опухоли. При локализованных формах гигантоклеточной опухоли рассматривается, если резектабельная опухоль, то производят резекцию. Если опухоль резектабельная, но по каким-либо сопутствующей патологии выполнить вмешательство невозможно, проводят или эмболизацию, для лечения деносомабом, интерферон альфа-пигелированный интерферон, лучевая терапия. Дальше пациент или переходит в стадию резектабельную, или остается под наблюдением. Если идет прогрессирование заболевания, то выбирается один из неприменявшихся методов лечения. При метастатической гигантоклеточной опухоли также оценивают резектабельность очага, его убирают, с метастазом при возможности также проводят хирургическое лечение. При нерезектабельном применяют также деносомаб, интерферон, пигелированный интерферон, лучевая терапия, или пациент остается под наблюдением. В наше время появился препарат деносомаб, это ингибитор ранг-лиганта, полностью человеческо-моноклональная антитева, которая связывается с ранг-лигантом, который является ключевым фактором дифференцировки и активации остеокластов. На данном слайде представлена гипотеза патогенеза гигантоклеточного опухоли, при которой ранг-лигант активирует остеокластоподобные гигантские клетки, что приводит к повышению остеолизиса. Тут представлено, при действии деносомаба ингибирует ранг-лигант и блокирует образование остеокластоподобных гигантских клеток. Здесь представлены данные второй фазы исследования деносомаба, контроль заболевания, группа была поделена на операбельные и неоперабельные, и контроль заболеваний у этих пациентов в обоих группах составил 99%. Полный ответ в неоперабельной группе был у пятерых человек, частичный ответ у 36, и стабилизация в 58 человек. Прогрессировало один человек, в одного было прогрессировано. Операбельная группа, 18 – это полный ответ, человек частичный ответ 40%, и стабилизация 41%. Также в большей части пациентов, получивших деносомаба при этом исследовании, наблюдалась клиническая эффективность, которая была отмечена улучшением, пациент отмечал улучшение состояния, уменьшение или исчезновение болевого синдрома, улучшение подвижности, если это связано с суставом, улучшение функции конечности. Также в обоих группах высокие результаты. Здесь представлена таблица, это 100 пациентов, в котором планировалось хирургическое пособие до лечения деносомабом, и фактически после курса получили 9 введений деносомаба, после этого фактической операции из 100 человек не было прооперировано 74%. В результате пациент отметил улучшение состояния и отказывался от оперативного лечения. Всего было прооперировано 26 человек, которым из 26 пациентов был выполнен объем операции, был выполнен в меньшем объеме, чем планировалось изначально до лечения. Также деносомаб одобрен для лечения гиандоклеточной опухоли в России для взрослых пациентов с формированным скелетом. Также он отмечен в рекомендациях ЭСМА, НССЕ для лечения гиандоклеточной опухоли. Также деносомаб обеспечивает терапевтическую эффективность и при других заболеваниях, при метастазах в костях скелета. Это позволить представить наш опыт лечения деносомабом. Мы брали пациентов. Критерии включения – это зрелая костная система, морфологическая верификация гиандоклеточной опухоли, исключение – это предшествующая, как это учевая терапия, эмболизация, использование бифосфонатов. Режим лечения деносомаб – 120 мг, подкожная, каждые 4 недели, и первый месяц – это нагрузочная еще в первый день, в 8-15 дней. Также сопутствующий пациент принимал кальций, ежедневный витамин D. Всего у нас под наблюдение 15 человек. В основном это были гиандоклеточная опухоль, от максимального отдела большеберцовой кости, дистальная часть большеберцовой и дистальная часть бедренной кости. На данном слайде представлен пациент. После 9 введений гиандоклеточной опухоли правой плечевой кости, после 9 введений отмечаются выраженные очаги овости асклероза. Клинический пациент отмечает улучшение состояния, ушел болевой синдром, после чего пациент находится под наблюдением. Также гиандоклеточная опухоль, максимальное отдела большеберцовой кости, после 9 введений отмечаются также очаги овости асклероза, уменьшение болей. И еще пациент гиандоклеточной опухоль третьей пясной кости, после 9 введений также отмечается выраженный эффект, болевой синдром отсутствует, нарастание асклероза. Побличные эффекты, ни у одного пациента не было зарегистрировано, новых жалоб у них не появлялось. После 5 введений у одного пациента это гипокальциемия, которая оккупировалась приемом кальция. И в заключение, большинство больных с гиандоклеточной опухоли хорошо поддаются терапии деносмабом, в операбельных больных деносмабом позволяет отсрочить сроки оперативного вмешательства и уменьшить объем оперативного вмешательства. В клинической картине это уменьшение болевого синдрома, сохранение функции конечности. И рингологический эффект это стабилизация опухоли в пределах кости, уменьшение внекостного компонента и признаки формирования новой костной ткани. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. И были ли среди этой группы пациенты, у которых Вы заканчивали, но которые оставались под наблюдением и были рецидивы? Ну, у нас это первый небольшой опыт, это пациентов, всего мы их наблюдаем год, максимум наблюдения, из них прооперировано 3 человека, остальные пациенты пока находятся под наблюдением, ну, в результате финансовых, так как не можем приобрести, ну, в больнице закупить протезы, их запротезировать невозможно пока в данный момент, но у них хорошая динамика, и в принципе некоторые пациенты отказываются от дальнейшего лечения вообще хирургического активного. Боли ушли, и пациенты говорят, нам не нужно оперативного лечения, давайте мы подождем, рецидив пока не зарегистрирован ни у кого. Других методик Вы не применяли для лечения, то есть комбинации с лучевой терапией, с термоабляцией? Деносмаб и с лучевой терапией одномоментно или как? Ну, одномоментно, последовательно. Нет, сейчас мы только деносмабом лечим, и хирургически после лечения. У меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот длительность терапии какая, какую тактику Вы используете в Вашей клинике? Ну, в основном 9 введений, это как раз полгода, потом или оперируем, или наблюдаем. Ну, как нигде пока не отмечено никаких рекомендаций, сколько длительность лечения их. Никто не может сказать.